Обновление интерфейса моблы, звездник на ревамп Хелкорта, скины King of Fighters действительно поражают, у этих обликов уже точно будут номера и золотые либо серебряные теги, а еще много изменений и скинов в патче 1.8.78 на тестовом сервере. Всем привет, это Бостон, поехали! Начнем с изменений в магазине фрагментов. В редких обликах скоро исчезнут скины на Наталью, Лисунсина, Франко, Клинты и Клауда. Вместо них появятся Аргус, Темный Дракон, Роджер, Анубис, Циклоп, Спаситель Глубин, Фанни, Королевский Кавалерист и Эритель, Серебряный Вихрь. В общем, все как обычно, гоняют одних и тех же по кругу. Зато в магазине героев полный разгуляй. Уходят Лапу-Лапу, Чане, Клауд, Кадита, Лилия, Эдит, Минситар, Арлат, Мартис, Навария, Иксия и Лесли. Вместо них появятся Альфа, Руби, Хаябуса, Хелкарт, Джонсон, Грейнджер, Маша, Халид, Пакита, Нолан, Валир и Харит. Вот такие существенные изменения в магазине фрагментов по героям. Тут, конечно, есть на что посмотреть и что купить. Как минимум, Харид, Маша, Хелкарт и Хаябуса будут хорошим выбором для героев за фраги в новом патче. Теперь переходим к бафам и нерфам. А начнем с нашей великолепной Сильваны, которая стала встречаться намного чаще в последнее время. Ее умения теперь потребляют меньше маны, так как продолжают корректировать героев после нерфа синего. Уменьшили затраты маны на первом и втором навыках. Хаябуса. Скорость скриппинга в лесу для Хаябы увеличилась, но уменьшение стоимости энергии для его второго умения убрали. Теперь оно снова стоит 25 единиц энергии. Зато первый навык теперь наносит еще больше урона в начале игры. Было 190-260, стало 200-260. Можно сказать, герой полностью готов к выходу на него скина экзорцистов. Кстати, я только-только заметил, что на фоне у Хаябуса стоит Грэнджер и наоборот, на фоне у скина Грэнджера стоит Хаябуса. Нашел его? Маша. Имба в Сиямаблее получила небольшое снижение урона в середине игры и лейтгейме. Ее первый навык теперь увеличивает урон на 2% от дополнительной физической атаки вместо 3. А урон с ультимейта был 400-600, стал 350-550. То есть урон ульты в итоге откатили к предыдущим значениям и в принципе снизили урон, но постарались сделать это таким образом, чтобы не занерфить ее в нулину и на ней еще можно было бы поиграть в следующем патче. Лолита. После изменения пассивки в прошлых обновлениях ее скорректировали еще раз. Щиты были 100 плюс 20, умноженное на уровень героя, плюс 80% магической силы. Стали 80 плюс 16, умноженное на уровень героя, плюс 60% от магической силы. По снаряжению. Пылающий жезл и ожерелье заточения временно разделили обратно. Видимо, еще не пришло их время. Но обещали эти предметы соединить вновь в будущих патчах. Сумеречной броне также изменения откатили. А топором войны улучшили иконку и теперь он объединен с топором кровожадности и стал очень мощным предметом для бойцов. Часам судьбы переделали пассивку. Кроме того, герой с часами судьбы будет получать гибридную защиту при нанесении магического урона. А дополнительно, когда здоровье упадет ниже 50%, 15% здоровья восстановится в течение 3 секунд. То же самое с маной. Когда она упадет ниже 50%, отрегенится 15% маны в течение 3 секунд. Перезарядка этой пассивки 40 секунд. Причем она отдельная на реген маны и на реген здоровья. Теперь немного об игровых улучшениях. Исправлены некоторые незначительные баги и улучшенные социальные функции. А также добавлена возможность отправки анимированных эмодзи в лобби на этапе выбора героя. Еще улучшили визуальные эффекты возвращения эфирная бабочка. Теперь она чаще машет крыльями, но по сути, как была фигней, так и осталась. И снижена пиковая яркость визуальных эффектов базовой атаки, что бы это ни значило. На этом по патчу все. Переходим к инфоблоку. Событие King of Fighters 97. Наконец-то нам показали новые облики на Машу Мэй Ширануи, Пакита Терри Богорд и Валира Кио Кусанаги. Все они будут доступны в событии Ков с 24 апреля по 31 мая. Для каждого облика будет эксклюзивный ID-тег с номером, как в событии с Московым All Star. Чем раньше мы получим скин, тем меньше будет число на нашем ID-теге. В первую неделю этот тег будет золотым. Кто не успевает, забирает облик с серебряным ID-тегом. И да, конечно, тут можно негодовать из-за этих тегов, но уж слишком крутые получились облики, особенно на Машу и Пакита. Билеты, естественно, ожидаются. Первая фаза стартует 27 апреля, вторая — 11 мая. За первые 10 розыгрышей мы гарантированно получим рандомный эпический скин. При этом эффектов в этом событии не будет, потому что все они перенесены в отдельное событие чисто с эффектами. Самое крутое, на мой взгляд, это эффект убийства. Гарантированно, какой-то эффект мы получим за первые 10 розыгрышей. В этом событии мы будем получать специальные токены, которые впоследствии можно будет обменять на эффекты в магазине события, если нужные не выпадет. Что это будет за предмет или эффект, пока что не ясно, но, скорее всего, либо эффект уничтожения, либо возвращения. Возможно, эмоция, рамка, а может эффект появления на базе. Подробное видео об этих событиях, сколько что стоит и как получить облики Ков 97 максимально выгодно уже готовится, так что подписывайся, чтобы не пропустить. 1 мая можно будет пополнить аккаунт на 100 алмазов и рандомно получить в событии эпический облик, плюс боевую эмоцию, либо другие ништяки. Облик выдается не совсем рандомно. Можно будет выбрать одну из категорий, и облик выпадет именно из той группы, которую мы выбрали. Эпик, боевые очки и эмоция за пополнение 100 алмазов это нереально выгодное предложение, так что это событие пропускать точно не стоит. В прошлом видео я говорил, что на эпическом скине на Алису эффекты еще не доработаны, и теперь можно посмотреть на ее скиллы во всей красе. Летающее сердце выглядит офигенно, и в принципе герой выполнен в стиле киберпанк, так же как Кэрри, Роджер и Вейл. Скин появится в продаже 24 апреля за 899 алмазов. В первую неделю, как обычно, будет скидка в 30%. Так же 24 апреля Хелкарта ждет редизайн. Он получил обновление визуала и навыков. Кроме этого, сразу же выйдут ревампы его классического и спешл скинов. Кстати, в июньском звездном пропуске выйдет вот такой забавный облик в виде котика. А еще для него будет доступен рыжий окрас, превращающий котика в самого настоящего львенка, по крайней мере по свету. И это определенно заявка на звание лучшего звездного облика года. Ревамп эпического скина на Джонсона будет особен так же с 24 апреля по 7 мая в коробке удачи. Его сделали более детализированным и проработанным. Улучшили некоторые эффекты, но мы все равно знаем, что самый крутой скин на Джонсона это, конечно, Оптимус Прайм. Когда будет повтор события с трансформерами, не ясно, но, конечно, хотелось бы. Зато известно про события «Магическая битва». Его рейран запланирован на 8 июня. Новых обликов не ожидается, но все равно круто. Коллектор на Альфу ожидается 4 мая. Его я также показывал в прошлом видео, но на нем были недоработаны эффекты. Теперь эффекты доработали, и выглядят они очень красочно. Майский звездник на Нолана. Модный магнат. Вместе с ним будет окрас обычный и покупной. Самый крутой покупной эпический скин, на мой взгляд, будет на Халида. Из песочной темы мы перемещаемся в водную, меняя визуальную концепцию героя. Как будто Халид прибыл на земли рассвета из супертехнологичного подводного мира. Это еще один облик в копилку водных. Он будет доступен 7 мая за 899 алмазов. И, как обычно, скидка 30% в первую неделю. Событие с овликами экзорцистов стартует 18 мая. В нем можно будет получить как старые облики на Чонга и Кагру, так и новые нереально крутые скины на Грэнджера и Хайбусу. Ожидаются две фазы билетов. Первая с 25 по 28 мая. Вторая фаза с 1 по 4 июня. Кстати, похоже, к экзорцистам присоединится еще один герой, но это пока что только мои догадки. Это скин на Роджера. Уж очень сильно он похож по стилистике. С 15 по 28 мая стартует событие с переворачиваемой карточек. В нем можно будет выбить облик на Сильвану полуночное правосудие. Коллектор на Харита будет доступен 4 июня. Я его уже показывал, так что не будем задерживаться. Хотя анимация первого навыка у него прикольная. Спешл скин на Руби Собиратель душ станет доступен в магазине с 8 июня за 749 алмазов. В первую неделю, как обычно, скидка в 30%. Ничего особенного. Просто спешл скин. Можно идти дальше. И вот уже почти настало лето. Как я это понял, лимитированные летние скины на Зелонга летней волны и Гвеневру летний бриз можно будет приобрести с 8 июня за 749 алмазов. А с 8 по 14 июня все остальные летние облики будут доступны со скидкой в 40%. Также немного обновили фон к скинам на 14 февраля. Выглядит умиротворяюще и романтично. А еще, похоже, в скором времени интерфейс в игре немного поменяется. Он станет более контрастным и появится акцент на счете матча. А в статистике команды будет четкое разделение на синюю-красную. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи! И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok